Всем привет, мои дорогие друзья! С вами снова Виктор Балет. Многие из вас спрашивают меня, как можно продлить себе жизнь. Я бы поправил продлить себе активную жизнь, потому что многие люди проживают жизнь скучную, неинтересную, и вроде жизнь прожили, а вспомнить не о чем. И вот лучше, если продлевать, то активную жизнь. Наша медицина, она разработала немало средств для продления жизни, но есть вещи, которые действуют лучше всяких лекарств. Вот поверь мне, я расскажу, что я для этого делаю сам. Например, моя бабушка, она умерла в возрасте 93 лет и никогда не принимала никаких лекарств, никогда не болела и до последнего дня чувствовала себя прекрасно. То есть она для меня является тоже одним из примеров долголетия. Я для себя разработал тоже определенные методики, которые укрепляют прежде всего мою внутреннюю силу, мой ум, настроение, влияют чувств и отношения с другими людьми. Поэтому эти эмоциональные, духовные и социальные факторы сильно влияют на самочувствие и на долголетие мое. Сегодня я хочу вам рассказать об этих простых вещах, которые помогут и тебе продлить твою активную жизнь. Первое, что самое главное, оставайся всегда позитивным. Если меня кто-то спрашивает, например, немцы или русские, здесь в Германии, «Вигейтс» переводится «Как дела?» Я всегда говорю «Их пенсофридны», то есть «Я доволен». Это самая главная такая оптимистическая, позитивная установка на жизнь, когда «Их пенсофридны», «Я доволен», «Доволен то, что у меня есть». Недоволен, как вам объяснить это, не самодовольство, как некоторые говорят, самодовольным быть – это плохо. Но когда вы довольны тем, что вы имеете, пусть у вас там не новая машина, но вы довольны, пусть у вас там не новый дом, но вы довольны, не новая квартира, но может быть чисто. А самое главное, чтобы все было чисто, аккуратно. Не обязательно, чтобы все всегда было новое. Если вы довольны тем, что имеете, жену, семью, детей, внуков, окружение ваше, то это уже все хорошо. И так нужно быть довольным. Позитивные люди живут в среднем на 10 лет дольше, чем пессимисты. Это подтвердили многие исследования. Проконтролируйте себе негативные мысли, такие как враждебность, печаль, зависть, чувство тревоги, утраты. И ты увидишь, как они плохо влияют на твое здоровье в целом и особенно на наше сердце. Потому что здесь на Западе, ну и по всему миру сейчас, в основном, самое большее – это сердечные заболевания, раковые. Да, сердечные, раковые, ну и опорно-двигательного сустава, потому что люди мало двигаются. В основном эти три таких больших заболевания, вот что касается Германии. Поэтому оставайся позитивным, будешь на 10 лет как минимум дольше жить, чем другие. Те, кто пессимисты, контролируй в себе негативные эмоции, негативные мысли, потому что они влияют на твое здоровье в целом и на твое сердце. Наблюдая за пожилыми людьми, уже долгое время за всю свою жизнь, вот за своей бабушкой я наблюдал, да, и также ее тетя и многие другие в моем окружении, я увидел, что у них совсем другой склад ума. То есть они более довольные, у них здоровье хорошее, сердце меньше давления, или у некоторых вообще не было давления до глубокой старости. И это было такое яркое проявление, что они живут лучше и чувствуют себя лучше, чем недовольные. Моя установка на жизнь. Хочешь жить дольше, учись позитивно смотреть на вещи. Поэтому нужно искать себе общество или группу людей по интересам. Нужно общаться, стараться только с положительными людьми. И вот это общение с положительными и с хорошими людьми, оно поможет тебе стать более открытым, дружелюбным ко всему миру, да, или ко всем добрым, хорошим людям. И это повысит твой позитивный запас прочности внутренний такой, да, для того, что нужно для здоровья. Только дерево стоит, например, да, такой сильный, дуб крепкий. Он не то, что там какая-то, например, березка такая тоненькая, еле-еле ветер по дулкам, она сломалась, да, а дуб, он может долго стоять. Есть деревья, которые живут по 5 тысяч лет, да, ну, а большинство деревьев живут 30, 40, 50, 60 лет, да, а многие не раньше пропадают. Поэтому мы хотим как быть, как оливковые деревья такие, они тоже очень крепкие, или как дуб, или как вот сосны в Сибири, да, где я учился, там в Тайде, там деревья тоже могучные стоят, такие елки. Так что делайте добрые дела, это тоже очень важно. Это даст вам очень много силы. И среди пожилых людей здесь, в Германии, например, работают очень многие люди Эрен Антлиф, то есть волонтерами. Они примерно на 44 по 50 процентов у них смертность и продолжительность жизни намного, намного дольше, чем те люди, которые сидят просто дома и смотрят телевизор, да. То есть человек, который постоянно двигается, где-то что-то кому-то помогает, где-то что-то организовывает, он живет, как правило, интереснее и дольше. Что еще помогает нам, как бы, получать запас вот этой прочности? Это сострадание. Если мы, например, помогаем кому-то, проявляем вот сострадание, да, заботимся о ком-то, это тоже дает нам, придает энергию в жизни и дает нам силу. Хорошо влияет на нашу жизнь. Также наставничество, это если мы помогаем нашим, например, детям, внукам, соседям, родственникам, знакомым, друзьям, да, как бы передаем какой-то жизненный опыт, где-то что-то советуем. И если постоянно в нас люди нуждаются и мы чувствуем себя таким нужным, то это придает нам тоже огромную силу дальше жить. Что еще очень важно, поддерживать регулярную молитву, то есть молитва это что такое? Это разговор с Богом, да, постоянно стараться поддерживать этот разговор, коммуникацию с Богом и тогда у вас, мы знаем, верующие люди, они получают эту энергию, силу, да, божественную, которая придает тоже, ну, все верующие люди, они, как правило, более крепче, да. То есть мы же знаем тот же самый хороший пример Иисус Христос, какой он был мужественный, сильный, да, до последней секунды своей жизни. И вот такие люди, они более мужественные, сильные, и они претерпевают все различные испытания в жизни. С Божьей помощью это дается гораздо-гораздо легче. Ну и у них нет, как правило, вредных привычек, они не курят, не пьют, не принимают наркотики, стараются соблюдать заповеди, а там как раз все речь идет уже о здоровье, да, чтобы, например, к своему телу относиться с любовью, потому что две заповеди дал Иисус. Первое – любить Бога, второе – любить ближнего, как самого себя. Поэтому, если любишь самого себя, то, естественно, будешь любить своих ближних. А если не любишь самого себя, то не сможешь любить своих ближних. Итак, это самое главное, что, как компьютер, да, человек, он состоит из физической части и духовной. Духовная – это, можно сказать, наш мозг, наш компьютер. И если у нас там правильная система, правильная программа, правильная система убеждений, как относиться к жизни, как относиться к самому себе, как относиться к другим, то это поможет нам более легче справляться со всякими испытаниями и трудностями в нашей жизни. Ну, а через это сохраняется наше здоровье, да. Что еще? Также нужно, конечно, укреплять, постоянно работать над родственными связями. Нужно, чтобы были хорошие доверительные отношения с супругом, с супругой, да, с родителями, с детьми, с внуками, с родственниками. И вот этот весь круг общения, он должен положительно влиять на нас, ни в коем случае не отрицательно. Тогда наше здоровье будет поддерживаться. Ну, еще жизнь показала, что жизнь, что женатые люди живут намного дольше, чем холостые. Но это ясно дело, да. По Союзу я еще видел, когда был маленьким, подростком, у нас были общежития, там жили, например, мужики холостые. Ну, естественно, там 40-50 лет, они уже все спивались, умирали. А те, кто жил в семьях, да, интегрированы были в хорошие, дружные семьи, те люди, как правило, и до сегодняшнего дня еще живут по 70, по 80, по 90 лет им. И так мы видим, что женатые живут дольше холостых, да. Поэтому подумай над этим вопросом, здесь, может быть, у тебя есть тоже над чем поработать. Что еще? Ну, то, что когда человек женатый, он получает постоянно поддержку своей семьи, родителей, мужа, жены, детей. И это очень важно, да. И последний момент на сегодня, что мне помогает, это тренировать свой мозг. Вот я тренирую свой мозг, естественно, за работой на компьютере. Потому что постоянно ищу информацию, постоянно что-то перерабатываю, дорабатываю, какие-то предложения составляю, где-то над какими-то текстами работаю, какие-то идеи появляются, с людьми коммуницирую, да, через всякие такие, есть специальные программы. И это все развивает наш ум. И ученые уже провели исследования, они посмотрели, что те люди, которые до глубокой старости занимаются компьютерами, какими-то программами, какими-то изучениями, что-то новое постоянно, да, то они, как правило, у них деятельность ума в два раза выше, чем у тех людей, которые, например, этим не занимаются, у некоторых даже в три-четыре раза выше. Потому что человек, если стареет, если он ничего не изучает, ничего не читает, ничем не занимается, да, то он потом деградирует, он становится как маленький ребенок, который даже читать не умеет. И вот так люди могут деградировать до глубокой старости, что они потом разучатся даже читать. Такие случаи тоже уже бывали. Итак, мы видим, что очень много есть способов, методов продления своей жизни, активной жизни. В следующем ролике я расскажу тебе еще очень много интересного о том, из нашей школы здоровья, да, как продлить себе жизнь, как, чем заниматься, как влияет спорт на нашу жизнь, как влияет очень много окружающих вещей на наше здоровье. Поэтому запишись, пожалуйста, на мой канал, и будешь постоянно просматривать такие полезные ролики. Мы не занимаемся политикой, да, потому что политика – это самое, знаете, самое последнее дело, да. Может быть, кому-то не нравится заниматься политикой, но мы остаемся, или я остаюсь лично политически нейтральны, и это приведет мне тоже очень много энергии, потому что я не за белых, я не за черных, я не за красных, я не за каких, да. То есть это все, как вам сказать, суета-сует, как апостол Соломон говорил. Вот есть твоя жизнь, да. Вот раньше почему люди счастливые жили? Потому что не было средств каких-то массовых информаций, или средств массовой манипуляции, так я бы правильно сказал. Поэтому люди были счастливы, спокойно занимались своим огородным, хозяйством, там родственники, да, все прекрасно было. Сегодня каждый человек, включая телевизор, когда он только утром встает, и на него льется этот поток, как говорится, информации, которая может быть действительно там уже она препарирована, подготовлена, неправильная, там, может быть, 10% правды, 90% лжи, постоянно манипуляции идет, как Геббельс говорил, да, что если ложь, много сказанное, потом это принимается людьми как правды, а потом люди начинают с ума сходить. Сейчас очень много по всей психических заболеваний по всему миру. Кстати, в этой я тоже в моих роликах коснусь этой темы, да, невроз, вот это психическое заболевание, почему так много людей, как говорится, с ума сходят сегодня. Это уже будет в следующих роликах. Ну, а пока просьба, да, пожалуйста, подпишись и до следующих встреч. Пока-пока. С вами был Виктор Балет. Очень приятно было, что ты выделил время для просмотра этого ролика. Если будут какие-то личные вопросы, напиши, позвони, я с удовольствием отвечу на все твои вопросы. И вот так будем оставаться ВКонтакте. Хорошо, пока-пока. Продолжение следует...